Добрый вечер! Вы смотрите предвыборные дебаты. И сегодня в нашей студии кандидаты в примары города Басарабяска. Я рада вам их представить. Это Николай Николаев, кандидат от ПКРМ, Валентин Подковаль, кандидат от ДПМ и Петр Скутарь, независимый кандидат. Всего в избирательных органах зарегистрировано 9 кандидатов в примары. Вчера в нашей студии присутствовала первая тройка участников и сегодня следующие в порядке регистрации. Прежде чем начнем дебаты, я вкратце объясню и вам, и нашим телезрителям правила их проведения. Дебаты проводятся у нас в 4 раунда. В первом раунде вы можете представить себя и свою предвыборную платформу. Во втором раунде вы должны будете ответить на вопросы ведущего. В третьем раунде сможете обменяться вопросами между собой. На все это у каждого из вас по 15 минут. И, наконец, в четвертом раунде мы каждому дадим по 1 минуте для того, чтобы вы могли обратиться к избирателям. Я прошу вас не нарушать регламент, вести себя корректно по отношению к своим оппонентам и особенно к тем, кто не присутствует сегодня в студии, отвечать на вопросы ведущего и не отклоняться от заданной темы. Итак, начинаем первый раунд. Первым может представить себя и свою предвыборную платформу кандидат в примары города Басарабяска от ПКРМ Николай Николаев. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые горожане. Я кандидат от партии коммунистов Республики Молдова в Басарабскому району. Николай Николаев, кандидат в примары. Добрый вечер, хочу сказать, что у нас приоритетом остается опять же в этой предвыборной платформе, опять оставляем свой приоритет на освещение, на водопровод, канализацию, еще на осушение домовладений от грунтовых вод. Вот это наши основные приоритеты. Естественно, конечно же, автодороги необходимо делать, реконструкции. Мы пытаемся и добиваемся успехов, если, конечно, нам не мешают. Вы очень коротко представили свою предвыборную платформу. Хорошо. Следующим может представить себя и свою предвыборную платформу кандидат в примары города Басарабяска от Демпартии Валентин Батковаль. Пожалуйста. Уважаемые горожане, я всю жизнь свою трудовую здесь был в Басарабке после института, будучи главным врачом района и главным врачом железнодорожной больницы. Будучи главным врачом района, я построил районную поликлинику, которой вы сейчас пользуетесь. А с 1986 года работаю главным врачом железнодорожной больницы. Когда мне предложили баллотироваться на кандидатов в примары, для меня это было неожиданностью. Поэтому я подошел к Николаю Георгиевичу Кенгеляну и сказал, Николай Георгиевич, вы знаете дорогу во все министерства. Я человек, очень дорожу своей честью и просто так решать этот вопрос не могу. Я должен заручиться поддержкой. Николай Георгиевич обратился к председателю демократической партии Марьяну Лопу. Мы были на следующий же день рано утром и попали в министерство регионального развития, министерство экономики, министерство транспортно-дорожного строительства, министерство здравоохранения и, конечно, свое руководство в железную дорогу. Во всех министерствах я получил абсолютно полную поддержку на финансирование проектов, которые в моей программе. Они изучили все программы мою. Это реально, вернувшись домой, я дал согласие баллотироваться. В моей программе приоритетом является восстановление железнодорожной больницы. У нас в районе здравоохранения разбросано, треть здания пустует. Под это дело министерство здравоохранения, проект уже там готовится. Проект есть. Есть финансирование, значит, и восстановить железнодорожную больницу. Треть больницы пустует, это преступно, в то время, когда здравоохранение у нас в районе не в лучшем состоянии. Второе. Сохранение лицея Гоголя любой ценой. Мы его сохраним, мы его отремонтировали, лицей Гоголя будет существовать, дети будут учиться в своей родной школе. Третье. Асфальтирование дорог Деповская, Украинская, Комсомольская, Карла Маркса, Водесовхоза. Закрытие дорог для тяжеловесного транспорта или, как сказать, грузового на за год зерно. Там разбивают Украинскую. Никаких переносов дороги объездных. Я не вижу в этом никакого смысла. Мы решаем проблему одних людей, а проблему людей, которые проживают на дружбе, создаем им проблемы. Этого не должно быть. Поэтому мы закроем тяжеловесный туда транспорт. Пусть люди пользуются, пусть думают об этом за год зерно. Одним из важнейших моментов у нас является благоустройство и зона отдыха. Это озеро возле локомотивного депо, там парк надо разбить. Это стадион реконструировать необходимо, там тоже необходимо благоустроить парк. Следующим вопросом является необходимо все подъезды города отремонтировать. Необходимо все канализационные системы во всех подвалах многоэтажных домов сделать ревизию и отремонтировать. Необходимо во всех дворах сделать детские площадки по всему городу, это в комплексе. Необходимо ликвидировать свалку мусорную, которая находится сейчас в районе совхоза и люди дышат, дымом горит там пластик и травим людей. С учетом экологических норм надо ее оттуда убрать, перенести в другое место. Существуют большие проблемы у нас с водой, канализацией. Все это необходимо делать в комплексе, канализации у нас в городе нет. Необходимо в жилом секторе, в массиве, я имею ввиду частном секторе, тоже должна быть канализация по всем улицам. В обязательном порядке и чтобы не курсировали у нас эти бочки, чтобы люди не годялись за Диме и не высасывали свои выгребы. Далее. До сих пор нет, много обещали, много лет уже на протяжении многих избирательных, вот этот, обещали забор в лице Пушкина. До сих пор его нету. Забор будет в этом году. Есть проблемы по освещению. Через каждые 2-3 столба, как минимум, город должен быть освещен. Я, будучи примаром, мои двери будут открыты для всех, потому что преступно устанавливать часы приема для бабушек, стариков и так далее. Пришел, дверь должна быть открыта. Я буду периодически отчитываться перед людьми, где-то примерно так, я думаю, под рубрикой обещал, выполнил. И только так. У меня есть поддержка правительства, я имею ввиду министерство, я иду уверенно на выборы, я не лгу, и это не в моих правилах. Сказал, будет сделано. Все. Спасибо. Мы вас поняли. Господин Скутарь, независимый кандидат в примары города Пасаребянска. Пожалуйста, представьте себя и свою предвыборную платформу. Добрый вечер, уважаемые телезрители, жители нашего города. Меня зовут Петр, фамилия Скутарь. Что я хотел бы вам сказать? Я хочу больше выступить сегодня как избиратель, а не как кандидат в примар. Потому что вот у нас рядом есть люди, которые руководили городом, руководят районом и держат нас пустыми обещаниями, макаронами на ушах. И каждый год, каждые выборы, все продолжается и продолжается и продолжается. Сколько мы можем верить всему этому? Вот ситуация у нас на железной дороге. Половина жителей нашего города на железной дороге работает. Вот Валентин Константинович говорит, что вот они сделают то, сделают то. Где зарплаты у людей? Два месяца не получают зарплаты. Мы же не питаемся воздухом. Вот здесь написано «Добрые поступки для города Бессарабки». Вот Демпартия. Эти добрые поступки какие у нас идут? Держат нас, людей, без зарплат. Загоняют в свою партию. Хотим мы, не хотим. Люди, которые руководят нашими предприятиями, до этого были коммунистами. Сейчас их перевели быстренько в демократ, потому что такая у нас власть. Что я хочу сделать для нашего города? Я хочу удалить всю эту партийность. Именно стараться сделать что-то для города, а не для интересов пяти-шести человек, которые находятся только у власти и больше ничего не делают. Что конкретно вы хотите сделать для города? Для города в первую очередь вот эти обещания, что здесь есть, хотя бы половину можно сделать. Вот обещать людям, что я сделаю каждому по квартире и асфальт подведу к дому, этого не будет. Но хотя бы отремонтировать дороги, бесперепойная питьевая вода, это можно сделать. Озеленение города, привлечь инвестиции, дать, сделать здесь благоприятные, благоприятные, как это, для инвестиций. Спасибо. На этом наш первый раунд завершен. Я озвучу, сколько времени осталось у каждого участника. У господина Николаева 14 минут и 14 секунд, у господина Подковаль 9 минут 24 секунды, и у господина Скуталь 12 минут и примерно 27 секунд. И мы переходим ко второму раунду. Уважаемые участники, представляю свою предвыборную платформу. Практически все вы говорили о благоустройстве города. И с этим трудно поспорить. Это действительно одна из самых важных задач местных властей. В связи с этим у меня такой вопрос. Как конкретно вы будете благоустраивать город? И в чем вы видите роль муниципальных предприятий в данном процессе? Может быть вы как-то их хотите реконструировать? Или какое-то дополнительное финансирование выделить? Вот такой у меня вопрос. Господин Подковаль, пожалуйста, отвечайте. Значит, роль муниципальных предприятий. Сейчас муниципальные предприятия находятся в очень сложном положении. Потому что у нас таких муниципальных предприятий три. Я вообще не вижу содержания трех муниципальных предприятий. В каждом муниципальном предприятии не менее 6 тысяч тратится каждый месяц на их содержание. В сумме это 200 тысяч. Они должны однозначно быть под одним руководством. Легче руководить. Легче контролировать. И легче выполнять те амбиобы, которые им нужны. Сейчас катастрофическая ситуация. АПК-канал практически. Там какие-то проблемы все эти судебные и так далее. И там вообще не поймешь что. Команхоз занимается только вывозкой мусора. А вот такие услуги, чтобы там какие-то были расширить услуги. Конкретно авария случилась и так далее. Нам некому сегодня это сделать. В доме я имею ввиду. В частном секторе, а не на магистрале. Это большая проблема. Я вижу решение проблемы только в их объединении под одно руководство. Спасибо. Мы вас поняли. Господин Скутай. Если вам предоставится возможность руководить городом. Как вы наладите работу муниципальных предприятий? Может быть что-то поменяется в их структуре и так далее? Я считаю, что на муниципальных предприятиях города в первую очередь надо пригласить консальтинговую компанию с аудитом, чтобы проверили финансовое состояние. Что они могут сделать. Что сделали до сих пор. И внедрить новые предложения. Или объединить их. Или отдать в частные руки. Но это уже, чтобы было выгодно и гражданам нашим. Чтобы услуги остались. Именно, чтобы были и дешевые услуги. И одновременно выполнялись все работы, которые делаются. Без комиссии, которая даст нам отчет по этим предприятиям, ничего нельзя сделать. Потому что у нас большой бардак. Что на Апоканале, что в комхозе. Ничего не видно, что делается. Вот в Апоканале мне сказали около 3 миллионов долгов. Откуда вы они набрались? И надо людям честно сказать, сколько стоит тот куб воды. И сказать, если мы будем так дальше подавать по 9 лей, а куб стоит 10 лей, то мы выйдем к тому, что через 2-3 года бюджета у нас в городе не будет. А за счет чего, на ваш взгляд, должны существовать эти муниципальные предприятия? Эти муниципальные предприятия должны сами себя окупать. Теми услугами, которые они предоставляют, они должны приносить одновременный доход. А не только идти в убыток. А второе, руководители этих предприятий назначать по профессиональному качеству, а не по партийным преднадлежностям. И тогда работа пойдет. Спасибо, мы вас поняли. Господин Николаев, наверное, вам проще ответить на этот вопрос, так как вы руководили городом на протяжении 4 лет. Если вы останетесь на посту примара в следующие 4 года, что вы измените в работе муниципальных предприятий, для того, чтобы город был действительно благоустроенным? Значит, уважаемые граждане, я 4 года находился на этой должности примаря, и я знаю изнутри, что происходит в этих муниципальных предприятиях. Не зря мы подняли, говорили, что необходимо объединить пока 2 предприятия, потому что нет необходимости содержать руководство двух предприятий. Мы уже и сессию провели на этой теме, уставы приняли, по данному определили, кто должен быть учредителем, кто должен назначать на должность данных руководителей, на какой срок должны они идти, первый срок. Поэтому до сих пор приняты были, допустим, и госпожа Телегея, и господин Димитров, они приняты на работу бессрочно, господин Афилипп. На сегодняшний день, единственное, у нас по АПО-каналу госпожа Донич была принята на 5 лет, и в прошлом году, в январе месяце, она была освобождена от занимаемой должности в связи с течением срока контракта. Действительно, убытки большие по АПО-каналу. Мы занимались этим проблемой, я уже в отдельной передаче говорил об этом. Мы ездили к НАСС, это Национальное агентство страхования, это будет пенсионный фонд. Ездили туда, пытаемся как-то урегулировать эту ситуацию, чтобы погасить вот эти долги. Если бы они согласились на тот момент погасить нам, даже не погасить, погасить не надо. Стоял вопрос о установлении графики. Мы должны говорить, по 50 тысяч мы будем платить вам ежемесячно. Но на сегодняшний день должны сработать 0. На 1.01.2007 года была налоговая миссия. По всем предприятиям. Это предприятие пошло опять работать и набирать, опять до 3 миллионов набрало. И на сегодняшний день имеем вот такую проблему. Мы это предприятие пока не трогаем. Там принят новый руководитель, не по партийным предназначениям, как выражаются некоторые товарищи. У меня нет такого принципа, чтобы по партийным предназначениям принимать людей. Ни одного человека я по партийным предназначениям не принял, за исключением того, что избирали советники. Советники избрали вице-примаря, он коммунист, Василий Федорович Крушко, секретарь городского совета. Я когда был избран примарем, секретарь городского совета Мигайлов уже работал на данной должности. И пускай скажут, кого я принял по партийной предназначениям. Тут вчера такие заявления делали, двое, кстати, и один, и второй по партийной предназначениям принимали людей. Один не знает налоговый кодекс по Линелле начал говорить. Я думаю, что к нему скоро обратятся из компетентных этих органов, чтобы разобрались, почему он так высказывается, не владея ситуацией. Я говорю о господине Чимпояше, Чимпояше, потому что, не владея ситуацией, нечего говорить. Для Линелла, те люди, которые здесь находятся, все местные сборы и налоги платят здесь. Есть для этого решение городского совета, где установлены тарифы, и есть налоговый кодекс, где указано, что местные люди, которые работают и считают по местным налогам, здесь они налоги, подоход налог, все остается в местных сборах здесь. Поэтому, не зная налогового кодекса, не надо говорить. А второе, сидит и молчит, потому что просидел 4 года и протер штаны. Они, как всегда, какие-то выдвигаемые, если вопросы на сессии, они как та баба-яга, они всегда против. Вот в области. Они будут привозить инвестиции с регионов России. На сегодняшний день хочу сказать, что Россия не может поменять минературских своих солдат, не может замену сделать терраспорт. А вы пытаетесь тут совместные предприятия, соки будете тут наливать. Какие соки? Вы пройдитесь, посмотрите, что по району производят. Кроме Прохницкого, что производят, овощи там, и то благодаря тому Когольнику и озеру, которое он содержит, больше никто ничего тут не выращивает. За исключением подсолнуха, пшеницы, ячменя, иногда кукурузу. Кукурузу тоже не берутся. И яблоки. А? И яблоки. И яблоки. Яблоки редко. Тут осталось чуть-чуть. Все выкорчено, пойдите туда, посмотрите, садоклея, все выкорчено. Ничего нет, сливы в этом саду, обаклиске, и что там нету. Николай, давайте все-таки вернемся к теме нашей передачи. Теме благоустройства. Значит, мы займемся данными предприятиями. Господин Крыбов тоже заявил. Полтора миллиона, нету там полтора миллиона, миллион двести было, двести тысяч уходит на освещение города, ушло, часть пошла на приобретение светильников, часть ушла на приобретение щебня, девяносто тысяч. Вот осталось там, восемьсот тысяч остается. Выкиньте двадцать семь процентов, выкиньте заработные платы, это двадцать семь процентов забирает государство, выкиньте заработную плату людей, посмотрите какая сумма, остается на целый год на выполнение данных работ. Денег категорически не хватает в этих самых, и естественно, там необходимо, если частные руки, ни в коем случае нельзя отдавать, потому что, есть у нас уже пример, частные руки Чемичли, уже бегает, хочет сдать его обратно. Поэтому, нет, ни в коем случае частные руки нельзя отдавать, надо пересмотреть тарифы, мы это пересматривали уже, и САПО каналом мы занимаемся с девятого года, с доничь. Занимались, занимались, пока она не сделала свое дело. Но тарифы так и не согласились принять. Значит, тарифы, я, по крайней мере, на сегодняшний день, никто мне не доказал, не только мне, и городскому совету, не доказал, какой, это самое, тариф на воду должен быть. Вот они принимали по норе, должны были принять закон, что они будут сами устанавливать данный тариф, но они его не приняли, потому что пошли выборы. Одни выборы, сейчас вторые выборы. На газ тоже пытались поднять, на электронную электронную, молчок, ждут выборы, пройдут, потом начнут издеваться над людьми. Поэтому, я, я, я специально, начало, такое короткое, чтобы не хватило времени. Просто впереди еще один раунд. Ничего страшного. Значит, поэтому, мы, естественно, пересмотрим, надо корни изменить, там, работу по ЖКХ, мы пытаемся это сделать, и соединить два предприятия, первоначально. Соединим два предприятия, потом посмотрим, что будем делать сапоканалом. Все-таки, мы постараемся через, к нас, все-таки добиться графика, списания пени, и работать с нуля. Поэтому, такая картина обстоит сейчас по благоустройству. Естественно, мы выполняем работы, естественно, у них тоже не хватает средств, как и у нас. На сегодняшний день, вчера заявление, такие дела, зарплата, где-то сам, да, мы должны им 200 тысяч лет, но сейчас вопрос идет о планах. И кто не владеет бюджетом, тот не может ни о чем говорить. Спасибо. Спасибо. У вас осталось чуть больше 7 минут, у господина Подковаль 8 минут 15 секунд, и у господина Скуталь 10 минут 26 секунд. Мы переходим к третьему раунду. Уважаемые участники, у вас есть возможность обменяться вопросами и репликами. Господин Скуталь, пожалуйста, ваш вопрос представителю ДПМ. Господин Подковаль. Конечно, есть очень много вопросов, но... Задам один пока. Пока один. Задам один пока. Господин Подковаль, вот в нашем районе ваш представитель партии руководит нашим районом. Вот что вы обещали вот сейчас сделать забор в лице Пушкина, все дела, вот до этого не могли сделать заборы, дороги, выделить нашему родному городу, мы же здесь оживем. Не смотреть, что господин Николаев коммунист или кто-то, переступить через себя и дать все выделить денег городу, как выделяли, да, 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 как выделяли Абак ли, Башкали, Садак ли, мы что, не жители города, что ли? Все. Пожалуйста, Пожалуйста. Я понимаю ваш вопрос. Значит, я хочу вас вернуть обратно в прошлое, когда коммунисты были у власти. и те районы, и те районы, которые, где были примары от Демпартии, им что-то давали в эти села населенные пункты. Нет. Но наш город со своим бюджетом и хозяин в городе был и есть. Но есть же человеческие принципы, не надо просто вот так только так считать. Какие человеческие принципы? Сегодня каждая коммуна, каждое село, каждый город находится на своем финансировании. Это финансирование абсолютно раздельное. И райисполком, райсовет этими вопросами не занимается. Перечисляется все деньги на прямую. Когда есть желание, может заниматься. Просто у вас нету никакого желания. Вы все другие партии считаете за личных врагов. Я это считаю лично. Вы не видите других людей, просто вы всегда смотрите на других людей как конкурентов. Вы смотрите на людей как на жителей нашего города, как на нормальных людей. Дайте людям подняться с колен. Вы можете ответить. Я что-то не понимаю обвинения. В данном случае идут дебаты между конкурентами. И тут вдруг наша партия смотрит на кого-то что-то не так и так далее. Я считаю что вы просто неадекватны сегодня. Господин Скутер, пожалуйста ваш вопрос господин Николаев. Господин Николаев, вот я собрал все обещания начиная с 95 года 2007 год одни и те же обещания. И сейчас что мы говорим обещания здесь обеспечить полную замену всех старых водопроводных сетей. это было это еще обеспечить привлечение инвестиций, обеспечить тепло многоквартирных домов, оказывать помощь пенсионерам, содействовать ассоциации жильцов программы по этапной замене сетей водоснабжения и много очень много много чего обещано. Я считаю если мужик обещал мужик сделал. Вы сделаете если станете примарем все это наконец-то? Мы половина мы сейчас сделаем. Нет здесь я даже 10% там и водопровод сделан частично и освещение частично все упирается в финансы. Все прекрасно знают мы сейчас по энергоэффективности работаем с Усаидом по проекту освещения города. Тем более более того мы сами занимаемся данным вопросом. Конечно мы постараемся сделать больше если привлечем инвестиции. На сегодняшний день есть такая возможность привлечь инвестиции возможность работать я как говорил уже в той программе что есть такие проекты как инвесторы как Усаид ФИСМ ИПТИСА даже вечер вот я приводил пример что по памятнику надо сделать потому что единственное там надо возможно сделать нам проект на этот памятник и будет финансироваться Российской Федерации. Вы сами анализируете свои предыдущие решения? Конечно анализируем. Анализируем за 4 года я же говорю половина выпала частично выпала есть пропутки полностью выпала мы избавились от мусора на сегодняшний день есть конечно но вы избавились избавились проект шел по этому самому по региональному развитию все 4 района ты не говоришь там Филиппов не говорит что я по его проектам никаких этих самых не было он водопровод он построил включили водопровод при мне сдавался воды не было у людей о чем говорить можно а по региональному развитию этого самого юга 4 района весь юг был по этим проектам мусорных площадок вместе с контейнером может быть вы хотите что-то еще добавить хорошо господин Николаев теперь ваш вопрос господину подковали что подковали я прочитал его придуманную компанию я уже говорил листовку это самое я говорю я уже буквально увидел я говорил в Атикаде с businesses слышали как будто вы были при моревании площадки детские выполнены это вертолетная площадка выполнена и так далее там приоритетна будет выполнена у меня вопрос вот вы говорите что поднимите железо кто вам не дал возможность поднимите железо кто вам не дал возможность за вот этот период вы в программе сказали поднимите железо откройте железнодорожную больницу. Тем более, при вас его закрыли. Его забрали в Министерство здравоохранения, потом в 2003 году его забрали обратно и вы его так и похерливали. Я ничего не понял, что отмерили. Вопрос, как вы восстанавливаете железнодорожную больницу, если вы с таким трудом его, будем говорить, закрыли. Мне обидно было, когда вы законсервировали инфекционное отделение, через неделю там не осталось ни труп, ничего. Вот это мне обидно. Единственное боксированное отделение было по всему югу. Таких отделений не было. Павлова плакала. Объясняю. С самого начала даю. Больница была закрыта в 2006 году. При правлении, кстати, коммунистической партии. Чтобы это помнить. Хорошо. Право разобрать. Значит, и было немедленно в тот же момент, к вашему сведению, передано на баланс Примарии. Тот же момент. После того, как вы его разобрали, вы передали его пустой, без окон, без дверей. И предыдущий Примар все продал. И вывозили камазами. Вы помните это? Помните это? Помните. Теперь вы передали в аквабасарабяска и красный уголок, и морг, и все, и так далее. Иди посмотреть, в каком все там состоянии. Они тут передали обратно. Кому? Вам? Да, обратно Примарии. Обратно передали. Ну, это ваши проблемы. Вам передана баланс, вы решайте. Так, вы передали в каком состоянии? Больница была закрыта в 2006 году. Эта сторона катком прошла по всем железнодорожникам, по мне и нашему коллективу. Увы, но так было. Мы предприняли меры ее возврата, и усатый министр, будучи здесь у нас в районе, я его пригласил сюда. И он, есть интервью его здесь, в нашей родной студии, есть в архиве, где он говорил, что очень все здания сооружения сохранены. Больница типовая. И что в определенном вкладе небольших денег ее можно восстановить и сделать. Увы, не получилось. Пригласили настоящего министра, он, будучи директором медицинской страховой компании тогда, он тоже посетил, тоже посмотрел. Но, к сожалению, он тогда не мог принимать решения, такие как усатый, не мог давать интервью. Интервью. Сегодня, я, будучи, получая такой рычаг в руки, как кандидат в примарь, я обратился в Министерство здравоохранения. Вам надо успокоиться. Я обратился в Министерство здравоохранения. И сегодня мне гарантировали 800 тысяч лей под восстановление больниц, всех отделений, инфраструктура сама сохранена. И чтобы ее сдать в эксплуатации и туда ввести больницу к Новому году. Вот так. Извините, конечно, но 800 тысяч, я сомневаюсь, что вы влезете в эти 800 тысяч. Это предварительно. Это предварительно. У меня сметы на руках нет. Я должен стать примарем, потом будет смета. Я еще раз говорю, при чем тут железнодорожная больница, как и Пушкаре относится, как и вам, до примарей. Объясните мне вот это. Вы имеете в виду? Город. Здравоохранение районное. И город имеет право, горожане, имеет право на нормальное обслуживание, нормальное содержание в нормальной больнице. Две трети больницы пустуют. Это преступление. А ваше безответствие, что вы даже палец на палец сделали, не помогли для того, чтобы больница, можно ее было восстановить. Вы что-то сделали? Вы даже были противник того, топили там все подвалы больницы. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Как 120 тысяч на плакину пока надо. Я понимаю, это да. Если бесконтрольность, бесконтрольность ваша, бесконтрольность ваша по отношению к данному предприятию, вы даже не проверяли счетчик. Сегодня. Вы даже счетчик не проверяли. Когда кинулись 120 тысяч лей, вода ушла в поддом. Хорошо, что пришло через счетчик. Там счетчик сложный. Мы этот счетчик сейчас сменили. Он вышел из строя абсолютно. За вашу палатную дорогу заплатил 120 тысяч. Конечно. Я знаю одно, что за мной стоит, мне гарантировали, в город финансы. За мной стоит в данном случае демократическая партия. И я свое слово, я свою программу выполню и отчитаюсь перед народом. Если я ее не выполню, я уйду с примара. Это мне не надо. Мне поручили члены нашей партии, мне поручили врачи, директора лицеев, пенсионеры. Но я не дал согласие до тех пор, пока не получил поддержку. Два года назад все. Ваша партия. Давайте вы прервем этот спор, потому что дебаты еще не закончились, но ваше эфирное время очень быстро утекает. Ну такое. Значит, продлим эфирное время. Господин Николай, нет, не продлим эфирное время. Правила существуют для всех. И даже для вас. Не знаю, что вы избраны. Ну, наверное, вы таким себя считаете. Нет, нет. Пожалуйста, ваш вопрос независимому кандидату в примары Петру Скутай. Что ему задать? Человек за железную дорогу. Вопрос такой. Вот вы на той передаче заявили, что там детских площадок нет. Вы присутствовали на стадионе, когда вручали людям премии за детские площадки. Там 5-6 площадок. Вот даже Валентин Константинович в своей программе написал, что детские площадки выполнен в 2015 году. Ну, Валентин Константинович, конечно, все может выполнить. Не, ну, Николай Дмитриевич, можно было бы сделать по 2-3 детские площадки в год. Там всего лишь 5 детских площадок. Видите, мне было чисто неприятно, когда вот с этой детской площадкой. Я понимаю, что там сделали ренатовцы, что сделали те или другие. Но мы люди этого города. Мы должны не смотреть на партии, а на вложения, которые идут в город. Пускай они приходят хоть от Гитлера, но лишь бы, чтобы приходили сюда, здесь, в этот город. Вопрос, куда его ставить? Вот чем. Что пришли, поставили перед этим самым? Перед кафе Ветерой? Между собой надо было найти какой-то консенсус. Вот чем вопрос. Между собой и никто не пришел ко мне. Ну, сейчас мы не будем решать этот вопрос, потому что здесь нет всех заинтересованных сторон, и можно говорить многое. Вы получили ответ на свой вопрос? Ну, не знаю, мы сделали. Люди обратились к нам. В прошлом году взял одну площадку возле Пушкина, в этом году сделали еще одну с нашим участием возле выполченных. Господин Скутай, а если вы станете примаром, каким образом вы собираетесь строить эти площадки? Ведь это требует денег. Тут недостаточное желание только. У нас нужно просто правильное распределение денег. У нас ошибка была с крышей примарии и райисполкома. Эти деньги можно было бы... Примария бы потерпела бы чуть-чуть с этой крышей. Можно было бы всунуть в эти наши дороги. Примария не потерпела бы. Есть госпожа, директор Переверзева, директор музыкальной школы. Подойдите к ней и спросите. И зайдите, хотя бы, вот бываете на втором этаже, зайдите в большой зал. Малый зал бы заходили, там, Жеребеков. Зайдите в большой зал. Просто зайдите и скажите, откройте мне большой зал. Поднимите голову. Там потолка нету. Надо сохранить то, что на сегодняшний день построено чужими людьми. Сохранить. 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 А с вашим... То потерпела бы, то потерпела бы, а тот говорит, тротуары надо делать. Вот тротуар сделал, зачем сделал тротуар, как трое. Вы говорите, ихинею, извините. Николай Дмитриевич, люди, которые видят сначала, вот, как привлекают инвесторов. Если видят, начинается две-три улицы, одновременно делается. Люди думают, вот в этом городе началась какая-то большая стройка, здесь можно вложить деньги. Что-то начинать и оттуда, и оттуда. Именно в дороге. То, что видят люди и видят инвесторы в первую очередь. Потому что ту крышу на Примарии видят только работники Примарии. Не работники Примарии. Видят его музыкальные, работники музыкальной школы и те люди, которые вводят туда своих детей. Ну, музыкальную школу... Сгорела проводка из Дом Творчества. И мы сейчас поменялись в проводке. Можно было перевести их туда. Но пока что делать, самые важные, первые, первоочередные задачи. А ваша не пускай развалится. Не пускай разваливается. Она бы не развалилась. Она бы держалась еще 2-3 года, ничего бы не было. Но в первую очередь надо влаживать в дороги, чтобы привлечь инвесторов. Там кровля сделана, кровля сделана наполовину, шиферна, наполовину рубероидная, мягкая. И она все текла, на этот рубероид. Трубероидная течет по стенам в Примарию. Мы сохранили, пожертвовали третьим этажом и сохранили все здание. А в районном совете дошло до первого этажа, до Телекома. А вы говорите. В чем переключается? Так, все. Я думаю, что мы закончили спор между вами. Потому что мы ушли уже от проблемы детских площадок на проблему крыши. Я предлагаю еще забрать с крыши деньги, которые валятся в здание, и кинуть на детские площадки. На дороге, я говорил в первую очередь. На дороге детские площадки в том числе. Нельзя так относиться к тому, что поколением устроят по зданию. Да, но мы не увидим никогда тогда инвестиции, если не показываем сами, что что-то делают. Да никто не смотрит, что ты показываешь. Идешь там, доказываешь. Вот ты поедешь, будешь доказывать. Посмотришь, как там тебя слушают. Ну что ж, давайте мы продолжим нашу дебату. У нас есть еще один участник, который, наверное, тоже ждет, не дождется в своей очереди задать вопросы оппонента. Господин Подковаль, пожалуйста, ваш вопрос, господин Ускутарь. Петр, скажи, пожалуйста, как ты все-таки собираешься привлекать инвестиции в наш город? И откуда, каким образом, какие у тебя гарантии? Вообще, как ты собирался в кандидаты и с чем ты идешь к людям? Гарантии, конечно, может дать только один, господь, бог. Но инвестиции, пока не начинаешь сам что-то делать на местном уровне, честно относишься к бизнесменам, бизнес-климат нормальный, не делаешь здесь, а на месте, инвестиции никогда не привлечешь. Я собираюсь пройтись по всем кабинетам, даже ваших министров, не ваших министров, я не считаю, что они ваши или не наши. И буду просить для этого город. Плюс сейчас есть очень много европейских проектов, грантов. Их только надо идти и брать, и работать над этим. И это все возможно. Не думайте, что только ваша демпартия может привлечь инвестиции для нашего города, что вы ничего не сделали для этого. Почему так агрессивно демпартия? Мы же сами там были. Господин Николай. Да ладно, не будем. Дождем. Дождите свои вопросы. Есть люди, которые туда-сюда летают. Вы получили ответ на свой вопрос, господин Патковаль? Нет, я вообще не получил ответ. Не я, люди. Задайте еще один, у вас пока есть время. Я жду, жду вопрос. Так все-таки, как вы собираетесь это все делать? Ответь мне на вопрос. Я вам объяснил. Вы будете ходить. Гарантии, я вас попросил. Гарантии. Я вам сказал, что гарантии дает только, господь бог. Проекты и гранты только за счет этого. И больше ничего. И правильное распределение бюджетных денег. Я так понимаю, что вы сейчас в Камикадзе и идете вслепую. Я зато не обманщик. А как получится, да? Я зато не обманщик. Все правильно. Нету. Гарантии, господин Патковаль. И ваш вопрос господину Николаеву. Николай, вот я так мягко скажу, не совсем у вас получилось за 4 года. Что дальше? Никак не получилось. Мы поработали. Возьмите, я у вас взял вашу листовку. Возьмите мою. Там у меня есть все обещали, что сделали, что не обещали, что будем делать. Все есть. На 2011-2015 год, 2015-2019. Все там расписано. Я вот тут ребятам раздал. Вам отдам одну листовочку. Почитаете там, что мы сделали. Я, по моему мнению, у вас не совсем получилось с больницей. Видать, ошибка была того руководства, когда вас назначало. Но, по мнению, моему мнению, у меня нормально получилось, с учетом того, что на меня наезжали, наезжали как и ваши, как и ЛДПМ и так далее. Поэтому все получилось. Я, по крайней мере, не обещаю, что я привезу российских бизнесменов сюда. Врать я не люблю вообще-то, потому что это неприлично перед горожанами. Врать я не говорил, что, не кричал, что с неба звездочки будут падать. Товарища есть наша прошлогодняя, вернее, прошловыборная платформа. Там все расписано. Есть частично сделано, частично не сделано. Но мы стараемся, мы не сидим сложа руки и пытаемся идти достучаться до ваших, как вы выражаетесь, министров. Вы понимаете, я вот был в Министерстве регионального развития, у министра там, под делом, он нас закрепил, чтобы поработали с нами. И когда я показал вот эту программу, они говорят, так что, тут столько надо делать. Я говорю, да, у нас город в загоне полном. Они говорят, а где был ваш примар? Он к нам ни разу не приходил. Мы его не видели. Как вы это расцениваете? И как дальше? Что делать дальше? Объясняю вам, господин Подковать, значит, есть такое представительство регионального развития ЮГУ. Находится оно в Чемишли. Если вы не знаете, я вам говорю. И Николай Георгиевич, председатель района, является членом комиссии. Руководит там председатель района Львов. А вот когда они там голосуют, куда выделять деньги, тогда надо прислушиваться. Потому что наши лежат там проекты. И по тротуарам, обоклеят Бессарабское, начиная с таможни и до конца обоклеят. С двух сторон, кстати, тротуар. Проект лежит там. Лежит там Кишиневская улица, которую мы сделали. В нашу будет Кишиневская улица, улица Секлер. Тоже два села задействованы. Неужели нельзя было протолкнуть там какие-то 17 миллионов, чтобы выполнить эти работы? Я понимаю. Но я говорю, что дальше? Они там так и будут лежать? Нет, они не будут лежать. Есть представители, мы приезжаем. Как образом вы это сделали? Вы четыре года не сделали, что дальше? Я вас спрашиваю, конкретный вопрос. Нет, мы работаем над этим проектом. Вы думаете, что вы по министерствам бегаете и так далее? Мы тоже бегаем. Тоже добиваемся. То есть вы считаете, что вина руководства района в том, что в город очень мало привлекается инвестиций? Или все-таки руководство премарии больше? Я вам тут оставил бумагу. Я оставил по тому, как я не говорил, сколько привлекло из 10 миллионов. Это 6%. 650 тысяч. Я его оставил бумагу. Сегодня я был в садике, мне задавали вопросы по румынскому гранту. Почему детский садик номер один не получил ни одной бани? С этого румынского гранта. И говорят, все стрелки перевели на меня, как ягард распределил. Я тех деньги увидел первый раз в мониторе. Раз полминуты. Задавайте вопрос. Это значит, вы должны время на себя тратить. Я не забираю ваше время. У вас еще есть 30 секунд, можете закончить мысль. Я говорю, что я вам сказал, что люди увидели в мониторе в первый раз этих денег. И эти деньги не были бы использованы, если бы не премария. Премария заняла, сделала сметы и выполнила данную работу. Ранная работа сейчас заканчивается. Вот так, когда той передачей, ячейки между собой делили эти деньги. Уходя из этого министерства регионального развития, мы зашли снова к министру, и он мне сказал так. Дома Валентин, мы вам поможем деньгами, средствами, подпроекты, я имею в виду, и так далее. Но запомни, эти деньги тебе на подносе не принесут. И сказал очень популярную, волка кормят ноги. Да, правильно. Это вас касается. Это вас касается. Это вас касается. Мы тоже добились своих проектов через это самое. Спасибо. Через ФИС. Господин Николаев, ваше время уже истекло. У остальных двух участников осталось еще время. У господина Скутаев даже более 7 минут. У господина Подковаль чуть больше 2 минут. Поэтому, если позволите, я задам вам еще несколько вопросов по теме нашей передачи. Так как сегодня мы решили больше говорить о благоустройстве города, о городском хозяйстве, я хотела бы затронуть еще такой вопрос, как работа городского общественного транспорта. Вот это у нас сегодня уже шестые дебаты, и как-то вот до сих пор не возникала эта тема. Некоторые темы где-то пересекаются, а вот о городском транспорте почему-то наши участники практически не говорили. Господин Подковаль, что вы намерены поменять, изменить, улучшить в этом отношении? Думаю, что вы со мной согласитесь. Менять есть что? Я не хочу в этом плане ничего менять, а вот улучшить, да, надо. Проблема такова, что люди, например, у нас в районе Брежика-Бакли находится поликлиническое учреждение. Люди со станции, с железной дороги, с Гоголя едут туда. Конечно, там очереди невероятные, конечно, там предварительная запись, конечно, там дети у семейного врача, конечно, и взрослые. Там большая проблема, плюс еще обследование. Люди не успевают просто в течение дня, им приходится по несколько, это самое. Конечно, надо после того, как пол второго отходит последний, этот проходит. Конечно, до четырех надо заполнить 2-3 рейса. Они обязательно должны идти в понедельник. Катастрофа. Не оттуда, не оттуда. Пускай это один лаз, который мечется, не стоит вообще, не соблюдать никакого графика. Вот это существенный недостаток. Здесь надо нормально, ритмично продумать этот вопрос, график конкретный, и чтобы люди имели возможность и в выходные, и в понедельник, и после обеда быть в гостях, быть в поликлинике или в другом месте. Но должно быть гарантированно расписанием. Мы должны знать, автобус отходит, он приходит, сел и уехал. У нас этого нет. Ну, а что касается совхоза? Значит, вы очень правы, Людмила Васильевна. И совхоз тоже. В одно время делали пробные запуски на совхоз. Сегодня он существует только утром, и то в одну сторону. Это неправильно. Это неправильно. Этот рейс должен быть. Вся проблема в том, вся проблема в водителях. Говорят, что там меньше доход, чем на других рейсах. Значит, надо делать ротации. Понятно, что водитель не хочет что-то там, но есть руководство всем этим делом. Просто надо вмешаться примарю, совету, который выполнит, конкретно решить вопрос, установить график, и будьте здоровы. И все будут все выполнять. У вас осталось буквально там 7-8 секунд, если вы уложитесь. Значит, уважаемые горожане, значит, мы устав, который разработали на последней буквально сессии, это самое, там есть транспорт, местный транспорт, который непосредственно должен быть находиться в одном из муниципальных предприятий. Господин Николаев, к сожалению, ваше время истекло. Я думаю, что вы, если очень хотите досказать эту мысль, в финальном обращении, пожалуйста, у вас будет еще минута. Господин Подковаль, вы также практически исчерпали свое эфирное время. Господин Скутарь, что вы собираетесь изменить или улучшить в работе общественного транспорта? В работе маршрутного такси надо одновременно поговорить и с частниками, и с людьми, все это сообщать делать, чтобы, потому что тот частник не пойдет тебе во вред себе, он будет гонять машину просто так, никто тебе не пойдет в убыток себе работать, потому что их никак не можешь заставить это сделать. Сообщая вместе с водителями маршрутного такси и сообщая с людьми, эту проблему можно решить, чтобы было выгодно и людям, и водителям маршрутного такси. Ну, а как вы думаете, городской совет, примария, местные власти вообще могут вмешиваться в эту работу? Ну как, того частника, как заставишь его работать. У примарии, я не думаю, и у городского совета, что есть городской транспорт свой. Есть? Нет, вспомнил, он был любил, устал. Возьмем рецепт, я извиняюсь, и будем по данному, просто работаем. Ну вот это надо, это надо работать, но надо учитывать одновременно и выгоду, чтобы было... Так как и частники будут работать у нас? Ну, так дай Бог, чтобы работали. Если вы будете нарушать регламент, я лишу вас возможности обратиться в финале к избирателям. Спасибо. Даю вам слово. Господин Скотель, а как вы думаете, достаточно ли у нас на рейсе вот маршрутных такси? Почему они такие забитые, загруженные в первой половине дня, с утра особенно? Недостаточно маршруток, потому что я разговаривал с самими маршрутчиками, которые работают по городу. Во-первых, они проходят два техосмотра, а сейчас, по-моему, даже три техосмотра в год. Максимум заработок этого маршрутного такси в обычный будний день идет от 70 до 150 лей. Вы берите в расчет, что амортизацию машины, какой-то доход для этого человека, человеку невыгодно. Просто надо рассчитывать, чтобы было и для людей, и для маршрутчиков, потому что если не придешь к консенсусу, то не получится и ни туда, и ни сюда. Ну вот владельцы этих рейсов и водителям маршрутных такси не раз поднимали вопрос о повышении тарифов, так как у них большие затраты, и топливо дорогое, этих осмотров, и запасные части, и так далее. Как Вы считаете, уместно ли сейчас и вправе ли городской совет поднимать тарифы, или разрешить, точнее, им поднять тарифы? На данный момент, как стали проблемы с зарплатами, с проблемами людей, повысить сейчас на данный момент тарифы, это будет очень жестко для людей. Этого люди не выдержат. Это же не Кишинево, это Бессарат. А что касается льготного проезда? Что там в этом отношении собираетесь предпринять? Насчет льготного проезда, это надо искать в бюджете города, потому что за свой счет водители маршрутного такси не согласятся никогда. Только если найти в бюджете какие-то деньги, то можно сделать это, а так по-другому никак. И у Вас осталось еще около пяти минут. Я бы хотела затронуть еще одну тему, которая очень остро стоит в нашем городе. Это состояние жилого фонда. Вы наверняка видите, очень многие квартиры пустуют, дома разрушаются, коммунальная служба и вообще бюджет примарии не предусмотрены и не в состоянии ремонтировать. Крыши, подъезды, подвалы. Что вы думаете делать вот в этом отношении? В отношении жилого фонда я не думаю, что 10 миллионов хватит, чтобы сделать сколько домов есть здесь. Здесь это только привлечение и инвестиции. Если мы начнем что-то показывать, что можем сделать именно с дорогами, то тогда может быть что-то и получится. А обещать и не сделать я не могу. Вы думаете, что какой-то инвестор будет вкладывать деньги в капитальный ремонт нашего жилья? Если он сможет потом купить подешевле, к примеру, эти квартиры, то вложит, а по-другому никак. Я хочу вам напомнить, может быть, если вы смотрите регулярно наши передачи, на городских сессиях не раз поднимался вопрос о том, чтобы ввести дополнительный налог на техобслуживание. Потому что практически все жилье у нас приватизировано, и примария вообще-то не обязана ремонтировать чужие дома, так скажем. И практически снимает с себя эту ответственность. Ну, вопрос вот никак не решался там по многим причинам. Вот как вы думаете, если ввести вот этот налог, как это делается в Кишиневе, в других городах, это как-то исправит ситуацию? Это исправит ситуацию, если ввести налог. Но мы должны для этого иметь фирму, которая будет заниматься потом этим ремонтом и будет поддерживать техобслуживание этих домов. Пока что у нас этого нет. И кто? Вот мы введем налог, и потом... Тарифы, простите, я неправильно выразилась. Да, поднимем тарифы, и потом куда? Да, мы, если обещаем людям, надо сделать. Но сами люди не соглашаются. Ну, и это тоже, и это тоже в первую очередь. Есть такая позиция у людей, я сама с этим сталкивалась не раз, как журналист, что вот то, что за порогом квартиры, вот с этой стороны порога, это мое. А вот за порогом квартиры, это уже пусть кто-нибудь другой делает. Жители частных домов, если у них течет вода в подвал или протекает крыша, они не обращаются в примарию, они каким-то образом сами решаются. Да, сами решают эти проблемы. Жители многоквартирных домов, я не говорю, что все, но очень многие сидят и ждут, пока придет кто-то и сделает. Этого никогда никто не сделает. Как решить вот эту дилемму? Этого никто, вот когда снег выпал тебе во двор, и ты не выйдешь с лопатой чистить его, не придет тебе никто его чистить. То же самое, если нету фондов, если специально для этого, если видим, что бюджет города маленький, самим только придется сделать, по-другому никак. Надо говорить честно, как есть. Никто к вам не придет и вам ничего не сделает. Это обещания нереализуемые, только если поднимется когда-то наша страна. У вас еще есть около трех минут. Если вы хотите что-то добавить еще из своей платформы именно по благоустройству города, пожалуйста, у вас есть возможность. Ну, что я вам могу сказать? По благоустройству города люди добрые, если сами не будем поддерживать чистоту в этом городе, никто вместо нас этого не сделает. Не ломать те же скамейки, не бросать мусор куда попало. Это тоже культурность нашего человека. За этим не отвечает примар или советники. За это отвечаем мы сами. Насчет озера, то, что возле депо. Я считаю, что... Я сам когда-то держал озеро в аренде. Если привлечь какого-то... Не то, что привлечь инвестора, а отдать это озеро просто в аренду. Потому что могут найтись люди. Я сам ищу озеро с хорошими родниками, чтобы взять в аренду. Можно развести и рыбу там, и если там арендатор сам может потом какую-то кафешку открыть там. Все дело. Просто надо отдать это озеро в аренду. Спасибо. У вас еще остается время. Если вы завершили свою мысль, я предлагаю перейти к четвертому финальному раунду наших дебатов. Это обращение к избирателям. И первым получает возможность обратиться к избирателям кандидат от ПКРМ в предмару города Басарбянска. Николай Николаев, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые горожане, мы идем на эти выборы, идем со всей ответственностью. У нас есть своя команда, основной костяк, который... Как бы есть люди, которые уже по 3-4 созыва находятся в городском совете, уже знают работу, руководят комиссиями. И мы прекрасно знаем, что необходимо для нашего города. Мы призываем вас выйти 14-го числа, несмотря ни на что, и проголосовать за партию коммунистов. Я иду под номером 4. В городской район идет совет партии коммунистов идет под номером 3. Я уверяю вас, что мы вас не подводим и не подводили никогда. Ни один человек не был обижен, который зашел ко мне в кабинет. Всем была оказана материальная помощь по возможности. Спасибо вам. У вас еще несколько секунд. Все, вы завершили. И слово для финального обращения к избирателям предоставляется к кандидату от ДПМ господина Валентина Подковаль. Пожалуйста. Дорогие жители нашего города, мы с вами прошли не через одни выборы, но жизнь наша от этого не улучшилась. Мои конкуренты красиво обещают, говорят то, что сегодня хотят услышать люди. Но знать проблемы, обещать этого очень мало. Надо еще знать, как их решить, откуда и как привлечь финансы в город. Я говорю только о тех делах, с помощью которых могу реально смогу улучшить вашу жизнь. Я хочу сделать как можно больше полезных дел для каждой семьи нашего города. Примар – это слуга народа. Мне нужно от вас только доверие и поддержка. Со мной кандидатами в советники города идет команда профессионалов, профессионалов от Демократической партии. Спасибо, господин. Под символом три розы. Голосуйте за три розы. Вы уже немножко превысили свой лимит. Пожалуйста, слово для финального обращения к избирателям предоставляется независимому кандидату в примары города Петру Скутарь. Вы слышали. Уважаемые горожане, уважаемые телезрители, 14 июня у нас решается судьба нашего города. Не верьте всем обещаниям и голосуйте душой и логикой, потому что мы увидели, что делалось до сих пор. Надо смотреть в будущее, чтобы делалось уже что-то, как полагается. Голосуйте за Скутарь Петр. Я по списку иду номер 6. Спасибо вам большое. Вам спасибо. На этом наши дебаты подошли к концу. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что сегодня в студии БАС-ТВ присутствовали кандидаты в примары города Басарабяска. Николай Николаев, кандидат от ПКРМ, Валентин Подковаль, кандидат от ДПМ и Петр Скутарь, независимый кандидат. Спасибо вам за участие в передаче и удачи всем на выборах. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что следующие дебаты пройдут в студии завтра, в четверг, также в 18.30 в прямом эфире. На них приглашены следующая тройка кандидатов в примары нашего города. Независимый кандидат Людмила Кичук, кандидат от избирательного блока Народно-Европейская платформа Молдова Юрия Лянко Георгий Малай и независимый кандидат в примары Василий Филиппов. Повторение сегодняшней передачи вы увидите завтра в 21.00. Также все дебаты выложены на нашем сайте www.baz.tv.md На сегодня это все. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова